Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейщий Ди и сегодня поговорим о многих интересных вещах, включая Ripple XRP и Default США. Ripple запускает свою платформу CWCB, которая позволит центральным банкам по всему миру выпускать свои собственные цифровые валюты. То есть Ripple просто-напросто создал программное обеспечение, с помощью которого центральный банк может зарегистрироваться и получить кабинет разработчика, в котором можно будет выбрать количество выпускаемой цифровой валюты, то, какая у нее будет инфляция и так далее. Такой себе конструктор. Многие, как я вижу, уже начали распространять вводящие в заблуждение заголовки, что эта платформа означает, что сам токен XRP не нужен и никто им пользоваться не будет. Но это неправда. Технический директор Ripple, Дэвид Шварц, у себя в Твиттере объясняет, Платформа CWCB подтверждает важность XRP Ledger, поскольку последний является ее ядром. Таким образом, платформа взаимодействует с XRPL и использует токен XRP в качестве промежуточной валюты для межвалютных и трансграничных платежей. То есть, например, XRP будет использоваться для связи между блокчейнами различных цифровых валют центральных банков. Джеймс Уоллес, директор этой новосозданной CWCB платформы на Ripple XRP, говорит следующее. На нашей платформе мы думаем о трех основных вещах. Первое – это внутреннее использование для платежей, например, альтернатива наличным деньгам. Второе – это оптовая торговля, которая представляет из себя межбанковские расчеты. И третье – это трансграничные платежи. Есть хорошие новости и из судебного процесса SEC против Ripple XRP. Гарри Генслеру теперь, похоже, не очень весело. Это огромная причина, почему я снова начинаю загораться на счет XRP. То, что произошло, означает прежде всего, что самое большое решение в истории Ripple XRP и криптоиндустрии в Соединенных Штатах назревает прямо сейчас. Это большая победа, ведь судья отказала удовлетворить требования SEC закрыть документы Хинмана. Если ты не знаешь, что такое документы Билла Хинмана, давай обсудим это быстро. Билл Хинман, экс-клава SEC, то есть коллега по цеху Гэри Генслера. Его документы описывают то, почему биткоин и эфириум не являются ценными бумагами. И судья, и Ripple, и даже SEC за эти документы. Ripple знает, что в них спрятано. SEC знает, что в них спрятано. И поэтому SEC не хочет их публикации. Если бы SEC удалось засекретить их навсегда, это было бы большим поражением для Ripple. Эти документы самые важные, в том числе и потому, что в них есть свидетельства о коррумпированности SEC. И если SEC так желает оставить их в тайне, что просит суд закрыть эти документы, они явно понимают, что с ними случится и как закончится этот судебный процесс, если эти документы будут опубликованы. Я думаю, что эти документы станут той самой серебряной пулей, которая раз и навсегда покончит с этим судебным делом. Той пулей, которая сделает Ripple XRP первой в мире регулируемой криптовалютой в США. Возможно. В любом случае, это очень большая победа для Ripple с начала судебного иска. Кроме этого, Ripple приобретает швейцарскую компанию по хранению цифровых активов Metaco. Если что, партнерами Metaco являются банки BNP Paribas, BBVA, DBS, Citi и множество других. Учитывая запуск платформы для цифровых валют центральных банков и приобретение именно этой компании Metaco, которая связана с банками, мы можем сделать некоторые выводы. Гонконг рассматривает варианты использования собственной ЦВЦБ в розничной торговле и в токенизации активов недвижимости с помощью нового продукта Ripple платформы ЦВЦБ. Напомню, Гонконг стремится стать криптовалютным хабом для Китая. Например, с 1 июня этого года он разрешит розничным инвесторам покупать криптовалюту. Итого, крупное приобретение Metaco, запуск платформы ЦВЦБ, скорая публикация документов Хинмана, сотрудничество Ripple и Гонконга в вопросах ЦВЦБ и токенизации активов. И Дэвид Шварц подтверждает, что платформа ЦВЦБ будет использовать Ripple XRP. Ну разве это не сочные новости для Ripple XRP за последнюю неделю? Ну согласись, поставь лайк, если это очень классные новости. Вот насколько все серьезно. Президент США прерывает поездку в Азию и за 1 июня 2023 года Байден и Маккарти надеются на соглашение о потолке долга до этой даты. Экономист Питер О. Унш говорит о возможности дефолта США. Послушай, это очень интересно. Очень много интереснейших инсайдов. На прошлой неделе агентство Bloomberg провело опрос, в котором спросило людей, что бы они купили, если бы США действительно объявили дефолт. Большинство ответило, что купили бы золото, а затем биткоин на третьем месте доллара США. Исходя из опроса, вы должны болеть за дефолт, если у вас есть золото, биткоин или доллары, и против дефолта, если вы владеете банком. В недавних видео я уже говорил, что чистого дефолта не будет, это пустая угроза. И все же, что будет, если мы сделаем чистый дефолт прямо сейчас? Одной из сакральных вещей во время дебатов о потолке долга всегда является священная заклинательная цитата. Полное доверие к правительству и авторитет США никогда не должны быть поставлены под сомнение. Это полная чепуха. На самом деле США уже много раз объявляли дефолт. Эти доверие и авторитет много раз ставились под сомнение, даже несмотря на принятие 14-й поправки, которая запрещает это делать. Последним крупным дефолтом была отмена Никсоном золотого стандарта в 1970-х годах. Это означало, что иностранцы больше не получали золото, которое им обещали за их доллары. Вместо этого они получали просто какие-то зеленые бумажки. Самый крупный дефолт был во время Рузвельта, который фактически списал 40% национального долга, включая, кстати, облигации свободы, которые наивные граждане покупали для финансирования Первой мировой. И он сделал это, отменив 40% стоимости самого доллара по отношению к золоту. Кстати, против Рузвельта были поданы иски по 14-й поправке, конституции которой были отклонены проправительственным Верховным судом. Помимо этих жестких дефолтов, США почти каждый год происходили мягкие дефолты. По государственному долгу через инфляцию дошло до того, что сегодня доллар стоит одну тысячную доли унции золота. Это примерно потеря 99% стоимости доллара. Так что да, дефолты были часто. Но заметили ли вы закономерность? Все эти дефолты при Рузвельте, при Никсоне, после создания ФРС, происходили так, что ФРС не просто забирает долг, они забирают все доллары. Каждый банковский счет, каждая фиксированная пенсия, каждый доллар, который кто-то отложил в консервную банку. По сути, федеральное правительство не смогло избавиться от осиного гнезда, поэтому оно сжигает весь город. Если дефолт случится, то все зависит от их выбора. Выбор стоит между чистым дефолтом, который уничтожит только финансовых пособников, и грязным дефолтом, который уничтожит весь доллар США. Это приведет к краху всех американцев. Будем наблюдать дальше за ситуацией. Посмотри на это. Баланс Министерства финансов США за сутки потерял 52 миллиарда долларов. Сейчас на счету остается 87. Такими темпами они могут обнулиться даже до 1 июня. Им очень нужно повесить потолок долга, чтобы США могли напечатать еще денег и не допустить банкротства. Иначе придется бросить экономику в какой-то Армагеддон. Но и печать денег, и вытекающая из этого инфляция тоже не заканчиваются хорошо. Посмотри, еще одна страна на этот раз с Венесуэла заявила о желании соскочить с доллара. Они больше не будут его использовать. И это случилось как раз после того, как Аргентина перешла с доллара США на юани в своей торговле с Китаем. Если ты допускаешь потерю контроля и запускаешь принтер на полную катушку, печатая 40% предложения доллара за 2 года, то получаешь вот это. Бесконечную инфляцию и бесконечный цикл печати денег из-за постоянного повышения потолка долга. Я даже не знаю, как вылезти из этого колеса. Разве что перейти на биткоин. Люди выбирают биткоин в случае дефолта, исходя из запроса Bloomberg. Биткоин, золото и серебро. Некоторые даже доллар США. Исходя из того, что долговая ловушка крепко держит США за руку, новое исследование ARK Invest выглядит реалистичнее. Биткоин, похоже, станет мультитриллионным рынком. Итак, худший сценарий для биткоина по ARK Invest. В 2030 году его стоимость будет 258,5 тысяч долларов. Нейтральный сценарий 682 тысячи долларов в 2030. И самый лучший сценарий – полтора миллиона долларов за биткоин в 2030. Всего спустя 7 лет. В своем исследовании они пишут, что биткоин буквально высосет ликвидность из остальных активов. Например, из корпоративных казначейств. Или из казначейств целых государств. Например, казначейство США. Вот почему до 2030 года нужно оставаться сильным. Держаться, как бы ни было, тяжело. Я знаю, после периодов сложностей, когда хочется сдаться, когда больше не остается сил, наступает время вознаграждения. Но получают его только сильные, кто сумел дождаться. И я хочу закончить это видео словами. Побеждает тот, кто умеет ждать. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok